МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордость Приберезинского края. Подведены итоги социально-экономического развития Бобруйского района за 2023-е. Из 12 показателей 7 мы выполнили полностью. О чем говорят цифры. А также рост ВВП, продление сроков годности и более 200 нововведений. В стране сокращается количество документов по некоторым процедурам. Какие преимущества ввели? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В центре внимания вопросы двусторонних торговых связей, наращивание взаимодействия в сферах промышленности, здравоохранения, науки и образования и расширение договорно-правовой базы. Знаете мою позицию, отношение к вам в самые сложные времена, я имею в виду Сербию, когда она подвергалась бомбардировкам. Знаете мое отношение, которое у нас выстраиваются, наши отношения с Боснией и Герцеговиной. Знаем, что вам там порой непросто, но вы мужественно сражаетесь, мы это приветствуем. Только мужество и стойкость и силы сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей, людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне, и вы на нас можете рассчитывать. Словом, вы приехали к своим друзьям. Милорад Додик находится в Беларуси с рабочим визитом. Уже состоялись переговоры на промышленных предприятиях. Определили накануне стороны и конкретные шаги сотрудничества в области здравоохранения. Так глава республики побывал в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Сотрудники Могилевской таможни предотвратили попытку вывоза 40 тонн груш. Две фуры в ходе спецмероприятия остановили на участке трассы Р-15. Внутри больше грузов находились фрукты, судя по маркировке коробок с польской пропиской. Необходимых документов при себе у водителя не оказалось. Общая стоимость партии – 350 тысяч рублей. В отношении перевозчика, которому принадлежали грузовики, начат административный процесс. Ему грозит штраф до 50% от стоимости товара. Качественные услуги, тотальная реконструкция и выгодные цены. Белавиа устроила очередную акцию «Как урвать билеты по скидке». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В январе вырос ВВП, отчитался Белстат. Годовой привес – 2,8%. Объем ВВП в текущих ценах – 18 миллиардов белорусских рублей. В прошлом году за аналогичный период официальная статистика зафиксировала падение внутреннего валового продукта на 5%. Однако тенденцию удалось преодолеть. По итогам 2023-го показатель превысил прогнозный. Теперь стоит задача, чтобы в конце года ВВП вырос на 3,8%. Проведение более 200 административных процедур корректируется в Беларуси. Действие водительского удостоверения продлено до 20 лет. Для удобства объединяется в одну операцию выдача нескольких справок о жилом помещении, месте жительства и составе семьи. Также при выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не требуются права и страховка. В стране снижается число жалоб от граждан на качество услуг ЖКХ. В 2023-м претензий поступило почти на 4% меньше, чем годом ранее. Оперативность, стоимость, качество – важнейшие вопросы, которые интересуют население чаще всего. Отремонтировано почти 3,5 миллиона квадратных метров. Таким образом удалось превзойти показатели прошлых лет. Важным вопросом остается обеспечение качественной питьевой водой. За прошлый год введено в эксплуатацию почти две сотни станций обезжелезивания. В Беларуси в 2024-м планируют отремонтировать более 4 тысяч километров дорог. Это 1700 республиканских и 2600 местных. К слову, на текущий и капитальный апгрейд, а также реконструкцию, суммарно планируется направить больше 2 миллиардов рублей. Из этой суммы около 300 миллионов – средства транспортного налога. Из нацбюджета принято решение выделить финансы на местную сеть. Это порядка 700 миллионов. По 25 февраля нацперевозчик распродает все билеты в Индию, Узбекистан и Казахстан по специальным ценам. К слову, квитки в Дели обойдутся от 199 евро, в Астану – от 139, в Ташкент – от 129 в одну сторону. Предусматриваются также акции на транзитные рейсы через Минск, в Москву, в Санкт-Петербург. Период путешествия для прямых рейсов должен быть по 25 апреля. Электоральная кампания 2024 приближается к кульминации. Во вторник, 20 февраля, на участки придут первые избиратели. В стране стартует досрочное голосование. На протяжении пяти дней до субботы 24 числа включительно избирательные участки будут работать с 12 до 19 часов без перерыва на обед. Отдать свой голос до воскресенья имеет право гражданин, который не сможет присутствовать с 25 февраля. Бюллетень выдается избирателю на основании списка граждан, которые имеют право участвовать в выборах после предъявления документа удостоверяющего личность. На сегодняшний день у нас все полностью готово. Сформирован наш избирательный участок. В него входит 11 членов комиссии. Также у нас зарегистрированы 9 наблюдателей. Полностью все наши жильцы и наших домов были уведомлены о месте и времени голосования, в которое они могут. А также была им, скажем так, вручена вместе с приглашением и информация о кандидатах, депутаты всех наших уровней. На главной странице официального сайта ЦИК, напомним, запущен сервис по поиску участка для голосования. А в разделе, посвященном текущей избирательной кампании, размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Бобруйск издавна славится не только своими многовековыми традициями, но и плодотворным сотрудничеством. Делегация из города Побратима и Шимы убедилась в этом на собственном опыте. Гостям представили местные предприятия и качественную продукцию. К экскурсии присоединилась Юлия Вернер. Стартом стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. В первую очередь делегации продемонстрировали ассортимент продукции, которую выпускает предприятие. Тракторы, коммунальная техника, специализированный магазин. После производства. Краткий экскурс прошел на участке гибких технологий. Современное прогрессивное оборудование, производственная мощность и качество изделий никого не оставили равнодушным. Сегодня эти модели тракторов, они у нас используются в городе на уборке города, на других мелких работах и прочее. Поэтому мне очень важно было посмотреть его качество, сборку. И думаю, что мы работаем вообще с республикой Беларусь, покупаем их трактора, машины, автобусы. И очень важно, что вот эти мини-трактора небольшие мы тоже будем здесь закупать на уборку тротуаров, мелких, маленьких площадей и прочее. Следующая локация – самое сладкое предприятие Бобруйска «Красный пищевик». Для гостя провели масштабный тур по цехам, показали, как делается качественный продукт и, конечно же, дегустация. К слову, классический зефир еженедельно выпускается партиями по 100 тонн. Всего у фабрики свыше 250 видов изделий. Это предприятие в городе Бобруйске, оно отличается от нашего, потому что здесь выпускают непосредственно другой продукт. И я вижу, какое качество высокое. И вот сейчас мы находимся в цехе, где ручная работа. Это очень трудоёмкий процесс. В завершении дня стороны подписали план мероприятий по развитию взаимодействия между городами. В перспективе – плодотворное сотрудничество и перенятие опыта. У таких крупных городов, как Бобруйск и Ишим, есть чему поучиться друг у друга. Всё прекрасное, хорошее, но останется у нас и у вас. И мы готовы стремиться развиваться, потому что у каждого города есть своя история, есть свои люди. Но самое главное – это люди, которые работают в наших городах. Ну, а если люди дружны, мы же понимаем, что это всегда мы братские государства, как наш президент говорит об этом. Так что вот и мы сегодня сделали дорожную карту определённую. Я как бы в шутку, я серьёзно всегда говорю, ну, вы побыли у нас, добавляйте свои пункты, мы тоже добавим. И дай Бог, чтобы мы ещё не первый, не последний раз с вами встретились. Спасибо. Всегда ждём вас в гостях. Учитывая то, что наши по-братимские связи уже заключены с 2013 года, мы будем развиваться в этой сфере. И посмотрели промышленный потенциал города Ишима. И мы сегодня приглашены на посещение этого прекрасного города. И наши делегации обязательно там побудут. Есть что посмотреть, есть куда стремиться. И кое-что, допустим, посмотреть в городе Бобруйске и применить в городе Ишиме. Поэтому очень хорошее предприятие. Ну и самое главное, что это комфортный, красивый город. Бобруйск ежедневно становится лучше не только благодаря совместной упорной работе жителей и дружеским связям. Укрепляя международные отношения, мы не только приобретаем ценный опыт, но и находим новых хороших партнёров и друзей. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Время пожинать плоды. Итоги социально-экономического развития района за 2023 подвели на торжественном собрании. В фойе драмтеатра «Актив Бобруйского района» ждали выставки, презентации предприятий, организаций и учреждений региона «Дегустация продукции». В зале участникам продемонстрировали фильм об успехах и достижениях людей, задачах и перспективах на нынешний год. Из 12 показателей 7 мы выполнили полностью. А самое основное то, что выполнен уровень заработной платы, который превышен на 16% пунктов. Это созданы новые предприятия, новые рабочие места. Выполнена жилищно-коммунальная программа в полном объёме. Строительные монтажные работы выполнены, сделаны капремонты. То есть к году качества, к 2024 году, который объявлен президентом нашей страны, мы подошли достойно. В сравнении с 2022 показатели улучшились в разы в числе лидеров, передовики, предприятий, организаций и учреждений Приберезенского края, которые стали победителями в различных номинациях. На церемонии награждения руководители района, а также почётные гости поблагодарили профессионалов за труд, вручили заслуженные награды. Сразу после нас мой выбор. Почему 2024-й назван демократическим супербоулом? И что грозит в Нидерландах за нарушение избирательного законодательства? Все ответы ровно в 20.45. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!